Готовимся к съемке. Начинаем. Вот сегодня мы на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко. Вот Василий Яковлевич любезно показывает свое изобретение, свой улей. Хотелось еще раз показать вот здесь рядом уже себя с пчелами и строение самого уля, вот уже разобранного, потому что просто открывая улей с пчелами не так все видно. Вот еще раз покажем. Вот стоит один корпус, еще один корпус, а вот там стоят три корпуса уже цельные. Вот что особенного прежде всего, если мы смотрим на вот этот однокорпусный, то рамки там все стоят вот такие узко-высокие, такие узенькие и высокие. Вот они стоят перпендикулярно напротив ледко. 12 таких рамок. Здесь уже достаточно крупная семья, она развивается в этом году. Но когда она уже разовьется к осени, мы к этой семье уже подставим нижний корпус. Вот здесь как раз у нас мы поставили для реконструкции нижний корпус. И в чем же здесь главная особенность? Особенность состоит в том, что все рамки корпуса, они перекрещены находятся, они перпендикулярны. Если мы поднимаем эту рамку, она находится вот перпендикулярно. Соответственно, она и со средней рамкой будет пересекаться в своих отдельных точках. Вот таких. Причем получается, что нижний и средний корпус будут объединены. Целостно-восковое. И целостно-восковое такое архитектурное строение гнезда получается. Что нижний корпус? За счет того, что рамка, которую вот придумал Василий Яковлевич, имеет верхнюю металлическую пластину, прикрепленную здесь к деревянным боковым сторонам, а нижняя тоже деревянная. Верхняя деревянная пластина укрепляет, во-первых, она дает конденсат здесь наверху при особых условиях. Но главное, оно укрепляет рамку. И верхнюю рамку ставится сюда практически без пчелиного пространства. Здесь небольшое 2-3 миллиметра всего лишь. И пчелы здесь между нижней и средней рамкой застраивают небольшим таким переходом. Вот такие небольшие такие переходики. Вот точечные такие переходы получаются. Эти переходы позволяют соединять рамки. И вот так она находится. И в общем-то, когда ей нужно вынимать рамки, они очень легко отсоединяются. Хотя казалось бы, что будет очень трудно. Таким образом у нас получается, я поставил эту нижнюю, мы ставим вниз. Это ставим как будто мы ставим средний улей. Средний корпус, точнее говоря. И вот наконец-то наступает период, когда уже сильная семья и можно готовиться к медосбору. Тогда мы ставим тот самый третий корпус наверх, который будет собирать нам мед. Третий корпус ставится опять перпендикулярно. В этом особенности улей получается опять единая система улей. Нижний корпус, средний и верхний. В обычном таком улей, это надставки здесь могут быть короткие. Но они отступают всегда практически на 2 сантиметра. Один корпус от другого. И пчели требуется определенное время и усилия. Получается, они разъединены. Все разъединены. Они занимаются целостными строями. Это как курятники. Сидят они. И семья теряет целостную структуру соединения между собой. Она как звуковое, так и, так сказать... Для развития. Для развития всей семьи. Не то, что она становится слабо управляемой. Так говорится. От этого сообщества оно получается не только имеет, что просто там находится в определенном, так сказать, объеме, а оно еще имеет гнездо, которое построено так, что вот это гнездо выполняет тоже очень много функций. Первая функция это соединение. Все бджовы, говорится, кругоживые, они всегда гудут. Они издают звук, который тоже имеет большое значение для поддержания определенного жизнесостояния самой семьи. Взаимодействие. Да. Состояние. Это не пропустим. Мы можем по звуку определить, есть ли матка или нету, есть ли кор или нету. То есть они имеют тысячи особей, они не могут знать, как говорится, вот это дело. А дело в том, что звук сам передается только по твердой, так сказать, они вылавливают его. Грешний звук, тот звук, который передается воздухом, они не угоруют. У них стоят, значит, это дело на их ножках, это самое. Значит, это очень важно. Значит, если мы имеем целостное строение гнезда воскового, то это кардинально меняет, вернее, не меняет, а возвращает пчел в природное состояние, их жилье. Значит, они имеют вот это жилье в природе целостное. А человек пытался разделить и разделить так, как ему удобно, но пчелам это, говорится, очень и очень, значит, влияет на их, как жизненную энергию, говорится, так и их, значит, производительность, восприимчивость болезнями и так дальше, и так дальше. А так получается, у нас все три корпуса соединены в единую структуру. Целостность, да, и легко разбирается, так сказать. Общая архитектура. Можете убедиться в этом деле это все. И верхний корпус спокойно отсоединяется, и средний, и нижний. Ну, кстати, можно и корпусами рассоединить. И корпусами, так же. Ну, понятно дело, что, если, припустим, корпус загруженный, к примеру, там, 30-40 кг меда, то это немножко тяжеловато. Но, если, припустим, меда, там, ну, небогато запасов, то я разделяю его, так сказать, при помощи простых стамес, ну, две, тогда стамески, то, значит, корпус разъединяется, ну, уже проблем не было. Так что вот, вот такая главная особенность тюля, что рамки имеют металлическую верхнюю стилу. Да, это позволяет, и единое, и они все соединяются между собой перекрестно. Надеянно крепить, так сказать, вощину, то это, значит, ну, уже исключительно случай обрыва вощины, там, ее сворачивание и так дальше. Это раз. И, во-вторых, значит, вот это убрать межрамочное и надрамочное пространство, значит, ну, и эта функция металла, она, во-первых, выдерживает, говорится, любую нагрузку, она долговечная, фактически вечная, и это самое. И, ну, тут мы говорили, что перед, после установки штучной машины, значит, сама верх рамки укунается в воск жидкий. То есть сама металл покрывается... Провощининым. Да, воском полностью, да. Он желтый, да, и... Пчелы его воспринимают естественно. Да, и вот тут он заливается просто воской такой смесью, которую можно оборвать, но тут вырвать нельзя. Укрепляет, надежно укрепляет, что это... Сто процентов, значит, говорится, надежность рамки. Крепнее верхняя планка. Рамка очень изящная, легенькая, удобная. Значит, если взять, вот, даже подвиси деревянную, она, конечно, она... Вот берем обычную додановскую рамку. Да, она много экзаменов. Мощная такая, громадина. Дерево много, и эта самая. Вот она такая же, по размеру, вот. Очень изящная. Технологически очень удобно работать с ней, значит, она не представляет никакой. Значит, потом, вот, припустим... Ну, после бата бжил давится вот этой широкой пунктой. Ушками? Ушками. Да, тут, практически, даже если, значит, попасть на бжилу, уже тяжело. Три сантиметра такие, это... Да, там, как правило, вот это стоит. А здесь очень сильно. Особенно, если... Семь миллиметров где-то. Начинающая. Тут даже, получается, в шины попадает, потому что, даже если там... спрятаться. Очень часто здесь давятся, конечно, пчелы. Да. На обычной додановской рамке. А на этой рамке, в общем-то, это гораздо аккуратнее. Да. Ну, практически, уже, там, забути... Немае, что там подавить пчелу, там, туда-сюда. Ну, кроме того, узко-високая рамка, ну, я так сказать, не моё. Ну, ухава, это ещё 100 лет назад, и корабльовая есть. Это такой узик специальный, чтобы не давить пчелу тоже, если она... Да, да, да. То есть, она раздвигает, да. И при установке она на ней не збирается. Она, например, на несколько миллиметров меньше корпуса, но она спокойно уходит. Потому что так можно, допустим, ну, вот так, в одну сторону там подавить пчелу. А так оно получается. Да, ну, это старое, так сказать. Ну, всё, что было хорошее, взято сюда. Использовано. Да, да. Вот такая вот интересная, интересная рамка и интересное строение уля. Спасибо, Василий Ягорьевич. Будем испытывать улья. Эффективно. Будем работать. И вот, и мёд сегодня уже собирались. Спасибо. Так, хорошо. Так что, ну, я... Так что, ну. Так что, ну, я... Ну, я... Вот. Так. Ну, я... Это, напомнил. Ну, я... Ну, я... Угу. Субтитры сделал DimaTorzok